Вы нам скажете, Костян, вот тебе делать нечего, да делать-то уборку в конце концов там, ну что там, а то чуть-чуть там, это фига здесь, а ты-ка с какими-то рецептами у нас существует, то блины у него не так 26 лет получается подряд, то еще что-то, ну это ладно, ну вы никогда не задумывались, что вот у нас рецепт оливье, салат оливье, да, это наша национальная новогодняя буря, блюдо по сути уже стало за многие годы, да, но француз Люсьен Оливье, шеф ресторана Эрмитаж на Трубной площади, это кстати на сайте Культура.РФ между прочим, попадать в историю русской кулинарии навряд ли планировал, но попал, закуска изобретенная им в 60-х годах 19 века, для присыщенных гостей дорогой ресторации быстро пришлось по вкусу, пришлась по вкусу московской публики. Ну так это же все взаимосвязано, понимаете, чтобы понимать, ну зачем вообще там ремонт что-то делать, зачем что-то убрать, чтобы красиво вот это, надо понимать, что мы, где и откуда, ну как бы вот, если так округлить совсем и упростить, да, не раскладывать там на какие-то многокомпонентные составляющие там это, не делать переизбыток квазипотребностей, ну просто так, чтобы как было, как говорится, по-людски, по-человечески. Вот смотрите, быстро пришлась по вкусу молодой московской публики. Тогда русская национальная кухня, сытная, изобильная, но довольно простая, постепенно менялась под давлением настойчивой моды на все французское. Оливье угадал момент, его именная закуска под особым соусом провансаль, дедушкой современного майонеза, практически сразу же стала фирменным блюдом Эрмитажа. Да. Получается, к сожалению, медленно, потому что в промежутках между записью роликов из этой серии, я еще там посуду помою, да, я ролик запишу, чуть-чуть помою, опять же, ну, нехай будет так, как говорится. У нас в деревне, в Мастюгина, так говорили, нехай. Я из Воронежа, из Воронежской области, губернии, ну, хочу отлучиться от этого, ну, не важно, слушайте. В книге «Москва и москвичи» писатель Гелеровский рассказывал, считалось особым шиком, когда обеды готовил француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным салатом Оливье, без которого обед не в обед, и тайну которого он не открывал. Как ни старались, гурманы не выходило, то да не то. Историки кулинарии обычно сходятся на том, что дело было в соусе. Повар Люсьен, сам родом из Прованса, отлично разбирался в местном масле и использовал только определенный его сорт. Можете считать это таким моим своеобразным развлекательно-кулинарно-посудомоечным биатлоном или триатлоном. Ну, будем считать, что биатлон, да? Две дисциплины. Что-то рассказать, прочитав его, озвучив текст и плюс еще помыть посуду. Две. Ну, биатлон. Такой биатлон. Ну, типа... Ну, ты понял, да? Начали по первому... Так. Однако же тайну это быстро раскрыли, и в течение нескольких лет салат вошел в меню всех сколько-нибудь солидных заведений общественного питания. Начали первоначалу под селедочку, потом под икру очвыевскую, потом под зернистую с крошечным растягаем из налимьих печенок по рюмке с первобелой холодной смирновки со льдом, а потом выпили английской под мозги и зубровки под салат оливье. Владимир Гелировский, Москва и москвичи. Ну, как? А как он там звучит сочно-то, вкусно, по-нашему. А задачка-то интереснее, чем кажется, на первый взгляд. Да, давайте все-таки что-то промотаем, статью потом можете самостоятельно прочитать, культура РФ там, и про пушкинскую карту тоже. Давайте сразу перейдем к этому, к салату оливье, кулинарное руководство 1897 года. Необходимые продукты, их пропорции на 5 персон. На 5! Рябчиков 3 штуки, картофелю 5 штук, огурцов 5 штук, салату 2 кочешка, провансалия на 1-2 бутылку масла, раковых шеек 15 штук, ланспику 1 стакан, оливок, корнишонов всего по 1-4 фунта, трюфели 3 штуки. Уложился? Правило приготовления. А полить, выпотрошить, заправить и жарить натурально банкетных стрелянных рябчиков, остудить и снять всю мякоть с костей. Огромный минус, когда на больничном доме находишься, как я в очередной раз, сегодня выписываю слово, Бог, скоро на работу, огромный минус у тебя режим, устаешься порядок дня, просто летит по женскому половому уровну, как фанера над Парижем. Из костей, так, филейчики нарезать, а вот, чтобы закончить начатое, как бы, да, продолжим. Филейчики нарезать бланкетами, а остальную мякоть немного порубить, из костей дичи сварить хороший бульон, из которого приготовить потом ланспик, картофель сварить в кожице, потом очистить и вынуть на выемку величиной в трехкопеечную монету. Обратите внимание, трехкопеечную монету образца 1897 года, а обрезки изрубить, свежие огурцы очистить от кожицы, нарезать тонненько. А я уже припотевать начал, я же еще бегаю там посуду мою, ну, результат-то будет показан, как я обещал. А вы только смотрите, и то наверняка не до конца, и то даже если смотрите, то не вникаете, что тут происходит, а если вникаете, то, наверное, понимаете, не так, как я хочу это вот до вас донести. Казалось бы, зачем это мне надо, да? Трюфель, на чем мы остановились? А, вот, свежие огурцы очистить от кожицы и нарезать тонкими кружками. Трюфели нарезать кружками, вы представляете, трюфели вот кружками нарезать, ну, это, мы потом дойдем до этого, до стоимости. Это будет как раз ключевым моментом. Трюфели нарезать кружками, сварить раков и взять от них шейки. Напоминает, сколько там, 15 штук было, да? Это приготовить густой соус провансаль, прибавить в него для остроты кабульсон, а для лучшего вкуса и цвета немного густых сливок. Оливки крупные очистить от косточек винтом. Ну, вся эта беготня с мытьем посуды и периодическим возвращением к вам, чтобы дочитать такие рецепты оригинального оливье, ну, и подвести какой-то наименьший общий знаменатель. Подо что все это вот, не то, что по поводу здорового образа жизни, а по поводу диеты. Вот сейчас вот все, очень многие, ну, там есть пара личностей, они мне начали, ну, нехорошо сказал, не то, что пара личностей, несколько людей, которыми я плохо так говорить дорожу. Ну, это значит ценить, оценивать, ну, как-то вы можете, чье мнение для меня важно. И вот эти люди начали мне говорить, что я толстый. Я знаю без них, что я толстый, у меня лишние 10 килограммов. То есть, вместо 63 моих, у меня 73 сейчас. Ну, то, что они мне постоянно об этом говорят, ну, не постоянно, часто, оно не сделает лучше ни меня, ни их. Вы, наверное, скажете, Костя, ну, что ты не спишь, что ты вообще суетишься, вот этот колготишься, какой-то этот сует, биатлон придумал с матьем посуды, чтением рецепта оливье. Вот, и что, заняться с ней, в банке не ложишься там и так далее. У меня на сегодня, на 25 марта, простейшая задача дойти до поликлиники, закрыть больничный лист и со спокойной, чистой душой и совестью дождаться 26 марта выйти на работу. Все, задача простейшая. Поэтому продолжаем читать этот рецепт, кулинарное даже руководство. Приготовить густой соус провансам, прибавить к нему для остроты кабульсон, а для лучшего вкуса и цвета немного густых оливок. А, сливок, прошу прощения. Оливки крупные очистить от косточек винтун. Когда все будет заготовлено, то взять стеклянную вазу либо, или глубокий салатник и начать укладывать все рядами. Ну, это мы умеем, да? Ну, как бы. Вот. Мой кулинарно-образовательный посудомоечный биатлон, скорее всего, завершится раньше, чем я думаю. Почему? Ну, потому, как известно, что Москва не резиновая, а аккумулятор 8% заряда осталось, и он очень быстрый. Да. Итак, сначала положить на дно обрезки дичи и картофеля, слегка заправив их провансалем. Затем сверху положить ряд дичи, потом часть картофелю, огурцов, часть трюфелей, оливок и раковых шеек. Все это полить частью соуса, чтобы было сочное. Сверх положить опять ряд дичи и так далее. Ну, чередовать получается, да? Часть раковых шеек и трюфелей оставить для украшения сверху. Когда все продукты будут уложены в вазу в виде горки, горки, то сверху покрыть провансалем, чтобы продуктов не было видно. В средину вазы букетом поставить какой-нибудь салат, а кругом или кругом покрасивее расположить раковые шейки, клешни от вареных раков и трюфелей. В средину вазы букетом поставить какой-нибудь салат, а кругом или кругом, кругом скорее всего, покрасивее, я не знаю, надо в словаре посмотреть. Расположить раковые шейки, клешни отваренных раков и трюфели, застывший ланспик порубить, выложить его в корнет, сделать сверху тонкую и изящную сетку и все хорошенько застудить. То есть оливье, да, его еще надо было охлаждать. Примечание, точно таким же способом можно приготовить салат из оставшегося жаркого, говядина, телятина, тетерки, курицы или тетерки, скорее всего, курицы и прочее, а также всякой некостлявой рыбы. Иногда в эти салаты, по желанию, можно прибавлять свежие помидоры, нарезанные кружками, но настоящая закуска оливье приготавливается всегда из рябчиков. Примечание, ланспикор называется сгущенный, клейкий, прозрачный бульон, имеющий плотность желе. Чтобы получить бутылку готового ланспика, надо взять бутылку готового бульона и 12 листов желатина или телячью голову. 5% осталось, я вновь предложение. Чтобы получить бутылку готового ланспика, надо взять бутылку готового бульона и 12 листов желатина, или телячью голову, или 2 воловьи ноги, или 5-6 телячьих ножек. Вот и машина-то стиражная закончилась стирать. Это был рецепт оливье, мой биатлон-челлендж. Когда я бегал, потел, мыл посуду, вы спросите, а где же мытая посуда? Да вот она, ребята. Меня же не стану вас обманывать, правда? Такие пирожки с котятами. Точнее, релиз в готлоне, да? Вот машинка показывает. Энд. Конец. Да? Вон где там. Энд. Фу, телефон ставлю на зарядку. Кто смотрел, спасибо за, благодарю вас за уделенное время. Фу, а правда жарко, да?